приветствую друзья вообще контракт уничтожить вертолетиками беззащитных юнитов огнемячиков грант что еще там есть молот и викинги по-моему все вот эти юниты надо уничтожить вертолетиков обычно это конечно молот и поэтому выполнить контракт конечно не так просто и не слабенько юнит вертолетик у него как бы броня хп ни о чем но урон я бы сказал где-то процентов на 27 меньше чем почти до 30 процентов меньше чем у броненосца как бы не очень и где-то на 25 может больше процентов меньше чем у гренадера юнита дорогущий а гренадер в разы просто мощнее давайте посмотрим на наших оппонентов ведь вся соль наших оппонентов а вот один из наших противников это конфедераций 14 ранг 14 ранг там уже вертекс крутой вот напоминаю на 14 ранге 14 ранг отличается тем что на 14 ранг открывается улучшение к вечеру и вертекса который делает этот юнит играть так что скорее всего когда-нибудь я перейду на этот ранг и и буду пользоваться почаще каждого вертекса так вот 82 процентов турнира неплохо очень неплохо для 400 ранга нормально здесь можно иметь такую средненькую прокачку но при этом иметь неплохой процент побед даже в турнирах вот но и здесь турнир топ-10 в турнире стальный контроль то есть игрок не просто умеет делать крепкую связку и просто кучу юнитов чтобы пробить базу оппонента но и умеет управлять более-менее карты флаги захватывать веток сабильтать ну по крайней мере я так предполагаю он для топ-10 я думаю хватит это улучшение я не думаю что игрока намного больше но все таки посмотрим второй противник у которого вообще ни о чем проценты побед не знаю с чем это связано может быть может быть реальный игрок очень плохо играет но в этом мало верится потому что ниже 40 процентов это надо умудрить по крайней мере на фонтанге точно да и вот теперь маловато в общем игрок ни о чем я думаю там играет десятилетий и мой напарник у него вот 77 процентов у меня 13 ранг и 7 лет 8 в турнирах то неплохо но судя по всему я думаю у него больше много но вот все такие ошибки которые наверно с ней были очень долгое предисловие было ну и я надеюсь что это прольет свет это мысли которые я хочу вам рассказать в общем начинается бой с того что я говорю что на парке я им оставлю море потому что я предлагаю что разбираем против игроков без плана ну и вообще мне казалось что там очень хватит так 5 ящиков я собрал больше мне не нужно все нормально я беру напарнику 2 каймана стоит я думаю хватит но напоминаю был напарником где-то 600 улучшений поэтому я предлагаю что у зеленого игрока он где-то 600 может быть вряд ли намного больше или может быть меньше 500 не знаю но не думаю что намного больше может даже 450 посмотрю что делает мост июзи так дески нормально казарма 3 тоже нормально вот это непонятно зачем здесь находится скринь какая-то я говорю своему напарнику чтобы он строил пехоту а я буду бить вертушками оппонента ну здесь неплохая атака хотя я настолько привык к федерации что вот вот это меня вообще не удивило хотя надо было насторожиться 6 молотов не все-таки 6 молотов это слабовато поэтому я подумал что нет да я говорю свою парень потом я буду делать койоты и стрелки и нападем на противника типа заставим их строить молотов обычно когда у вас есть такой контракт я понял что заставить оппонента строить молотов можно в общем обычно и помогает обычно молотов строить но я понимаю что противник собственно восстановит свою базу и просто нагло пользуясь тем что союзник позволяет не делать контракт собственно говоря я этот контракт и делаю но армия все-таки возвращает понимаешь что сидит не просто все слабенькие поэтому я думаю что союзник у меня здесь есть что стрелок пара стрелков вот это 6-7 стрелков будем ими защищаться вот и вертушки пытаюсь подержать подальше от штурмовиков ну какой будет сильный поэтому много будет покорять ну база потеряна конечно но я все равно порезполагаю что там много потому что ну усиленный игрок бы хотя бы до заказ бы сделал хоть какой-то может быть старый но вот моего напарника это очень сон вставать на игре нормально так закалив постоянный два завода для койота два завода для вертушек так что база ни о чем но две вышки есть. Вот очень хочется мне выполнить контракт с пружник и составный марк в моей армии две вертушек и койотики. И пока что, в принципе, все неплохо. Вот уничтожил я койотиками вот эту армию и куда гонять. Хотя здесь, конечно, надо делать стрелку. Я понимаю, что против того, чтобы я мог играть стрелками не очень неплохо, но я пока что предполагаю, что там, ну, пламя, не понятно. Потому что... Потому что, блин, ну, сделал бы хотя бы хоть другого ее, не знаю, гранатометчика против вертолетов. Ну, хоть карты меня и так, типа, не знаю, в крепости и добавить. Приграть просто молотопех, это, ну, мне кажется, не нравится. Но вы поймете в этом моем прошлом, что вполне достаточно использовать всего лишь двоечек. Это, конечно, не просто щит. Хотя, признаю, как бы армия у меня здесь никакая, куча кого потрачена просто в никуда. Так. Понятно. Так. Хочу куснуть фланга. Отлетаю. Здесь, кстати, надо было бы койотики поставить вперед и стрелки, чтобы бить оппонента, у которого шеренгу, ну, как сказать, шеренгу, просто не очень хорошо распределены юниты. Ну, вообще неплохо убивают пехоты, когда у меня куча пехоты и койоты. Вот. Ну, атака неплохая. Ну, вот я тут заметил, что на меня напали. Вот. И я думаю, ну, добивать, не добивать. А потом думаю, да ну нафиг. Надо все-таки бежать на базу. Это я оставляю здесь, чтобы развлечь оппонента. И сам влечу на базу. Что у меня потеряно? Ну, пока что один завод первого уровня. Два авиазавода первого уровня. Не успел их, кстати, отменить. Здесь строится вышка. Казарма. Это тоже вышка, потому что долго строится. Три вышки у меня. На синего игрока я вам вообще не обращаю внимание. И возвращаю свои вертушки и радуюсь, что я смогу уничтожить молотая вертушка. Ну, правильно, не надо отвлекаться на крепости. Вот. Ну, как бы неплохо на самом деле. Только за счет бронявости я неплохо обороняюсь. Ничего не потеряно. Пару казарм. Да, заводы потеряны. Но я по-любому больше кайотики строить не собираюсь. В общем, ванханалия. Здесь, конечно, теряются немного вертушки на крепостях. Ну, ничего страшного. Я говорю своему напарнику, что я буду бить зеленого. А он просто отправляет армию на мою базу. Ну, вот здесь состав армии неправильный. Здесь надо было строить вышки. Казармы вот здесь. Лышки сзади. Куча пленадюров здесь должна уничтожать колоты. Ну, а дальше уже против охоты, я думаю, как-то мы бы справились. Но немного теряется игрок. И вот койоты нельзя было строить. Вообще бессмысленно. Вот надо было вообще завод. Просто кучу казарм и все. То есть, какие-то элементарные ошибки, которые делают игру хороших игроков. Ну, не очень. Ну, ладно. Ошибка как ошибка. Ну, правит он как бы должен. Ну, и он, в принципе, справляется. Да. Отлично. Ну, я опять же эксплуатирую своего напарника. Убегаю стрелками, чтобы не бить. Ну, очень хочется мне выполнить контракт. Я понимаю, что против нас какие-то нубы. Потому что это не адекватно играть. Но эпик все еще впереди. Идет второй раз строк на меня. Убитых. Креп еще возвращается обратно. Вот дельты здесь напали. Вот это вообще круто. Круто. Зачем строить дельты? Это удивительно. Тем более против вертушек. Ну да, дельта она как бы крепкая, но... Но нет. Почему здесь строятся центры снабжения, я не понимаю. Блин, ну построй какие чертов центры снабжения? Зачем тебе центр снабжения, если тебе база пустая? Иди, стой казармы, дофига стрелков. Ой. Ну, уже здесь, когда стрелки имеют возможность бить мои вертушки, они падают. Реально падают. Не могу ничего сделать. Вертушки против пехоты. Слишком слабенькие они. Ну и нет у меня ни гренадеров, ничего. Ну, ракуем. Издеваемся над противником. Ну, ничего страшного. Саша затащит. Даже делаю гренадеры, чтобы задавить. И мне кажется, я уже собираюсь отказаться от вертушек, потому что все уже поздно. Вот я выхожу в заводы, потому что баловаться уже надо перестать. На синего вообще не обращаю внимания. Идет ко мне противник. Вот. Дельта. Отлично. Ну, дельта это хорошо. Я считаю, что это правильно. Разведочка должна быть. Так, смотрим, что у противника. Я, кстати, отправил сюда 20 стрелков. Да? Да, всех своих стрелков. Немного стрелков. Ничего не сделал. Ну, ладно. Вот здесь летает вертекс. Убивает мне все-таки ПВОшку. Которую я построил. Чуть-чуть не успел построить. И я до сих пор играю без бустов. Вот. Решил сделать маневр, который делают многие игроки. Типа я отчаялся. Типа собираюсь атаковать. Но сам собираюсь наоборот. Покусать оппонента, чтобы он не решался на меня нападать. Хотя не знаю. Какой-то фигнёй. На самом деле страдаю. Но здесь хотя бы грены есть. То есть мне главное уничтожу сейчас молоты. А вы наверное спросите. А в чем вообще смысл этого видео? Смысл в том, что у веселённого игрока на самом деле 14 ранг. И ну неплохо, судя по всему, прокачка у него. Наверное улучшение штук 500-550. И при этом есть медаль. То есть ну при желании можно сыграть получше. Но видно, что за счёт того, что у игрока всего лишь 3 юнита, грубо говоря, прокачаны. То есть это пехота в виде только лёгкого штурмовика. Молодый и скорее всего вертекс. Можно спокойно брать топ-10 турнира. Мне кажется даже с этими 3 юнитами можно даже в 3 лиге что-то довзять. Если турнир хороший. Да и за счёт того, что у тебя масс пехотинца, можно с лёгкостью... Точнее масс штурмовики. Можно с лёгкостью держать карту под контролем. То есть для того, чтобы убить штурмовиков, как вы уже убедились, нужно строить кучу снайперов. Которые на самом деле дороже, чем штурмовики. Да и строятся они чуть помедленнее. Потом нужно иметь много стрелков. Обязательно прокачанных стрелков. Нужно иметь броненосцы, которые бы впитывали урон от пехоты. И нужно иметь гренадёры, которые били бы молоты. То есть 2 юнита требуют 4 анти юнита. И это не совсем правильно. Более того, броненосец забирает слишком много КО. А снайпер он... Ну снайпер это снайпер. Так что... Ну я считаю, что это не совсем правильно. Но по крайней мере у конфедератов работает фишка с отсутствием какого-либо плана игры. Ну ладно. И нападать противник в принципе умеет. Но я не видел здесь никакого скилла. То есть... Моими вертушками, которые как бы вообще не прокачаны, можно с легкостью отбиваться от кучи болт и кучи пехот. Это странно. Да и такая длинная карта, растянутая, можно было как-то по-другому более, как бы так сказать, интересно напасть. Попросить себе своего напарника вдвоём напасть или ещё как-то. Ну это весьма странно. Но на этом странности не заканчиваются. Так, нападает синий игрок. Более слабого игрока в этой игре, чем синий, я не видел. У него крайне... Слабая... Акторы летят. Крайне слабая ситуация. Вообще с чем бы то ни было. Ну, маленький процент побед. И я, если честно, не могу даже представить себе, ну как можно иметь такой низкий процент побед. Уничтожили, если не ошибаюсь, меня авиазавод. Жалко, жалко. Потому что в кречеты выйти сложно. Я понимаю, что на данном этапе игре посмысленно уже строить наземную технику. Надо контролировать карту. Вот. И... Вроде бы ресурсы нормальны на трапу. Вроде бы не очень. Нужно строить много пехотинцев. Так, так, так. Туры, туры, туры пролетели мимо. Вот, нужно строить пехотинцев. Но... Не хватает ресурсов на ПВОшки, на электростанции бесконечные. Вертекс летит. Постепенно, постепенно ресурсы тратятся. Ну, вертекс совсем слабенький. Вот, подняли один кречет, но что-то напугал его. Снова летят уже торы. Уже побольше торов. Восемь штук. Вот. Управление торами тоже неадекватное. Ну, уничтожил мне он завод. Ну, ладно. Посмотрим, что из этого вышло. Кстати. Кстати, кстати. Так, два кречета. Постараюсь чуть прокрутить быстрее, чтобы не было вам там скучно. Почему-то решил убить завод. Непонятно зачем. Ну, не знаю. Наверное, понял хотя бы бронявость его. Главное, что здесь только две ПВОшки. Это самое важное, что сейчас есть. Потому что у противника мало ПВО. Если там много ПВО, то это ДД. И так. Копим кречеты. Обязательно. Но с кречетами беда. И, наконец-то, я выхожу в следующий уровень штаба. Вообще, эти торы, они должны были бомбить мне штаб. Потому что, ну, толку от того, что... Ну, ладно. Мне уничтожили аэродром. Все нормально. Летим. Проверяем. Видим, что здесь нифига нет. Вот. Уничтожили авиазавод. Понятно. Но сейчас надо бить мне штаб. Потому что один раз уничтожил мне штаб. Второй раз восстановил бустом. Но дальше я уже восстановиться не смогу. Потому что... Ну, либо я выхожу в МАЗ ДК-образа. Это потеря времени. Да и из завода легко ДК-образа будет уничтожить. Это первого уровня. Либо... У меня нет возможности построить... Так. Торы летят. Отлично. Успел я поднять кречет. Ну, к счастью, есть еще один аэродром. И еще... Шесть торов. Десять торов в сумме. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, точно такая же цель. Почему бить в одну и ту же позицию? Это странно и непонятно. Блин, надо мне уничтожить просто штаб. Уничтожил штаб. И дальше как бы будет попроще. Так. Успеваю догнать что-то. Даже что-то уничтожил. Так. Уничтожил. Возвращаюсь. 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 Утебает. tex Opta что. Это странно. Ну, да. Я понимаю, что мы не используем бусты. Но можно было бы сыграть получше. Подсказывает мне напарник Что и как Также у моего напарника 600 улучшений После того, как тебя пробили Строить заводы как-то неправильно Лучше строить вышки и масс гренадёра Ну, убил ты все молоты Остались штурмовики Но как-то со штурмовиками, я думаю, с дозаказом Всё-таки я бы справился Да и базу тебе у неё уничтожат Ну, непонятно, зачем так делать Больше казар надо строить, чтобы впитывали урон Ну ладно, стенки как стенки Но больше казар, чтобы дозаказ был нормальный То есть, когда у вас нормальный дозаказ Весьма непросто вас уничтожить Чем бы то ни было Более того, я не вижу здесь вертекса Который бы что-то разведал И, ну, странно Вот, я всё-таки Коплю ресурсы Наконец-то мне удалось Так, вот, почему-то вот это Бомбиться, ну, уже бессмысленно уничтожать Мне авиазавод Когда уже есть кречеты Но это странно Хотя бы я задумался О вертушке использовать для разведки Никакой разведки, ничего Ну и понятное дело Здесь как бы все торы падают Вообще, зачем использовать торы Когда они как бы не прокачаны Это очень странно Но здесь ни в коем случае нельзя летать С зеленым игроком Потому что снова вам объясняю Не надо заставлять паниковать оппонента Я решил пойти к синему Но отказываюсь в самый последний момент Пытаюсь уйти от засвета Чтобы не показать, что у меня есть кречеты И единственная возможность выиграть Это масс кречеты И кречеты надо использовать аккуратно Чтобы не дать оппоненту Причины, скажем так, волноваться Если бы мне уничтожили штаб То третий раз я бы уже восстановить его не смог бы Да и будь там хоть немного вертексов Хотя бы 4 вертекса Они бы ваншотили бы мне эту ложку Ну, допустим, 5 вертексов, да? Строишь 5 вертексов Уничтожаешь ложку, уходишь Там немного чинишься Немного восстанавливаешь вертекс Нормально А торами просто бомби штаб И все будет нормально Более того, если отправить один Ну, сначала тор То они уничтожают штаб И вертексы могут безнаказанно Так, кстати, я не видел завод его Зря Вот и торы Точнее, вертексы могут безнаказанно Уничтожать себе штаб И все нормально будет Ну, конечно, недолгое время Вот у меня помощь есть Отправляю я к речете В самый последний момент понимаю, что Не надо это сделать Не, я все-таки здесь, наверное, уничтожу Что-то до уничтожения Да, уничтожаю Чтобы просто не мешал мне оппонент Вот даже завод ему убил Сейчас буду бить его Кстати, смотрите, насколько слабый Зевс Здесь Зевса Где-то процентов 40 И он ваншотится Ужас какой-то Ужас, если честно Но вообще Вы должны понимать, что на малом ранге Очень мало ресурсов Поэтому Выйти сразу Во все Ну, в общем, во все И сразу не получается Вот синий игрок У него 4 центра снабжения На прокачке 0 И Физически у него нет возможности Контролировать и вертексы И Зевса И так же штаб Ну, то же самое у меня У меня нет возможности Так Сейчас надо Не лететь на синего То же самое у меня Здесь не надо лететь Потому что Лететь обратно Вот Чтобы не волновался Зеленый игрок Чтобы не строил Завод И вот тут парни говорят Что у меня 13 минут Чтобы победить Да И веселость Идет в том Что как бы Надо действовать Кстати, аэродром Фуговый Ну, так себе Он держит удары Если честно Да, авиазавод Жесткий А вот аэродром Ну Еще слабенький На данном раме Слабенький Его легко выбить Так В никаком случае Не заставлять Противника волноваться Ну, и мы тоже Не будем галдить Понятно, что Синий игрок Собирается делать Масс-молдый Здесь, конечно Минке Можно было Да, думаю Не задержи И Масс Вечно справится И вот он У меня накопилось Много кличетов Один отправляем Вперед Чтобы впитал Урон от Ложки Тем самым Избегаем Урон на сплэш Вот Да, это В принципе Не важно Четыре завода Будут молоты Но тем не менее Задерживать Вот За 10 минут Надо успеть Убить Твоих И тут Конечно же Толпа Молотов Попрости Кстати Убить 10 минут Всего лишь 30 штук Немного На самом деле Но тем не менее Это 30-40 Молотов Это Достаточно Аргументов Потому что Допливод Выканчивается И вроде Вроде Вьюмитов У меня много Но Я не успеваю Я не успеваю Сразу Уничтожить И что-то Почему-то Не восстанавливаю Топливо Сразу И Вперед Для того Чтобы Допить Штаб Потому что Он Больше Жирный И Надо Его Допить Пока Он Слабень И пока Второго Уровня Пока Нет Воша Уничтожаем Штаб Ну Как Можно Дониграть Серьезно С Медалью С Таким Процентом Побед Как Это Глупо Да И Синий Некрог Должен Был Уже Понять Что Менять Ну Или Не знаю Или Помогать Своему Напарнику Или Попросить Своего Напарника Потому что Это Бред Какой-то Ну Хотя Был Молот Построились Вот Здесь Есть Еще Несколько Молотов Которые Не Успели Подъехать Он Просто Не Обращая Внимания На Вертекс Надо Было Бить Вот Это Но Я Уже Не Стал Прогать Армии Вот Я Здесь Использую Атаку Собое Надо Все Это Уничтожить Но Галдить Я Не Буду Я Все Так Думаю Что Смогу Вытащить Также Я Слежу За Кречетами У которых Побольше Топлива Вот У которого Восстановилось Топливо И Собственно Горя Лечу Сразу К Зеленому Я Даже Подумал Отправить Пару Юмитов Зеленому Игроку Ну Видимо Это Излишне Однако Обороняется Зеленый Вот И Я думаю Шансов У него Нет Уже Строится Третий Штаб Потом Будет Четвертый Но Он Не Успеет Ну И Как Все Даг После Этого Я Сыграл Тоже Балды Ради И Вообще Без Бустов Играл Против Двух Игроков Медалистов Да Тяжело Без Бустов Но Два Медалиста Тоже Ничего Не смогли Сделать Просто Сидели На Баре Там Было Много Вертексов Вот Такая Вот Странная Игра Ну Вывод Из Этого Боя В том Что Блин Комфаймба Два Юнита И у Тебя Есть Медаль Но Я Все Так Предлагаю Что У Большинства Игроков На Малом Ранге Я Учитывая Мою Прокачку Я Начинаю Обеждаться В том Что Не Умеют Играть Игроки Вообще Если Они Видят Я Постараюсь Их Выпускать Регулярно